Друзья, добрый день или добрый вечер или добрый утро, потому что мы знаем, что нас смотрят по всему миру и случилось то, о чем вы меня просили последних полгода. Мы восстанавливаем наш проект антишоу, диалогов, дискуссий мужского клуба, обмена мнениями в отношении проблем, которые лежат на горизонте, иногда даже за горизонтом. Попытаемся сегодня подумать о такой проблеме, как философия войны. Что философия приносит в общественное сознание, как война меняет людей, их тип восприятия информации, их тип осмысления действительности, структурирования действительности, как она меняет общество, их понимание действительности, их реакции на раздражители, многочисленные из которых формирует война. И как она, конечно, меняет государство. Сегодня у меня уникальные, интересные гости. По левой руке от меня сидит академик Национальной Академии Наук Украины, член Президиума Национальной Академии Наук Украины. Я бывшей должности не буду говорить. Один из главных гуманитарных мыслителей нашей страны, Владимир Петрович Семеноженко. Добрый день, Владимир Петрович. Добрый день, Владимир Петрович. Категории людей, которые понимают, чем живет общество, где его болевые точки этого общества, как им манипулировать этим обществом. И об этом, я думаю, мы сегодня с Михаилом тоже очень хорошо поговорим. И чуть позже к нам присоединится вечный опоздавший наш Алексей Якубин, наш кандидат политических наук. И один из самых интересных молодых социальных философов. В Украине честных социальных философов, смелых социальных философов, за что Алексею неоднократно прилетало. Друзья, наверное, давайте начнем, мы попытаемся поговорить о том... Нет, наверное, давайте сделаем по-другому. Есть несколько подходов к философии войны. Есть подход Клаузвицца, знаменитого теоретика философии войны, который говорил, что война – это просто продолжение политики. Это еще один инструмент продолжения политики. Ну, или акт насилия, чтобы навязать свою волю. Ну, такой себе рациональный, сложный инструмент продолжения политики. Да, абсолютно. Есть подход у нас Льва Толстого, толстовцев, скажем так, которые говорили, что это катастрофа, что это плохо, что это элемент насилия, уничтожения, разрушения. Есть, в конце концов, у нас христианский подход к войне. То есть не только христианский, во многих религиях конец мира заканчивается новой битвой. Вот в христианстве эта битва между светлым и добром и злом заканчивается, Армагеддон этим заканчивается. То есть война, она имманентна, глобально имманентна всем социумным в нашем мире. Как вы думаете, эта война, которая вот сегодня пришла в Украину с российским вторжением, на каком уровне мышления она находится в украинском обществе? Это что-то ожидаемое, это что-то неожиданное, это что-то, которое произросло из того, что жило у нас, это то, что произросло изнутри нас. Мы были готовы к нему, мы своим поведением, вективным поведением иногда говорим, сформировали, возможно, повлияли на эту модальность. Или это что-то абсолютно неожиданное, которое свалилось, как снег на голову, пришло к нам в виде вот такой себе катастрофы с севера? Владимир Петрович. Ну, война из ничего не получается, и мне кажется, очень примитивно, когда мы говорим, что вдруг, вот взяли, напали и так получилось. Ясно, что вдруг, ясно, что напали, ясно, что это огромная трагедия. Но вот с каждым, наверное, днем для каждого из нас, для всех, для мировой общественности добавляется, даже не с каждым днем, с каждой минутой, мне кажется, все новые и новые грани понимания, а может определение даже, что такое война. Ведь вы начали цитировать Клаузовица, но это 190 лет назад он сформулировал. А у нас только две книги по большому философии войны, это Клаузовица, и это Сунзи, но Сунзи там больше о технологиях, о приемах, а философии очень мало. Да, и до сих пор его определение считается самым универсальным, действительно, в него вкладывается много смысла. Действительно, одна сторона хочет произвести определенные акты воздействия, насилия для того, чтобы подчинить своей воле другую сторону. Но, вот смотрите, эта война, она не является формально, да, российско-украинская война, так ее называют. Но, смотрите, она уже как в некую воронку начинает затягивать все больше и больше мир. Каждая точка в мире, каждая страна не только знает, что происходит война, каждая из них живет переживаниями каждой, так или иначе, даже африканских стран коснулось то, что проблема, скажем, поставки зерна, многие мир напуган, причем все страны напуганы. И в риторике общения с любыми коллегами, которые все больше и больше у нас, особенно в первые 2-3 месяца много было общений, у них первый вопрос, как вы там? Ровно как вот сейчас, например, когда я часть времени живу в Киеве, часть в Харькове. Когда в Киеве говорят, как ты приезжаешь в Харьков, как вы там живы, Харьков не полностью развален, то есть наша вся страна переживает очень сильно о Харькове. Но грани есть не только по эмоциональному восприятию. То есть не только смотрят на нас, но и сопереживают во всем мире. Конечно, но такую поддержку мировую, которую сегодня имеет Украина, это, наверное, ни в каком другом, ну давайте обобщем, скажем, слово конфликте, наверное, мир не знал. Никто не имел такой поддержки. Не имел никогда, да, и не имел тем более. Но не только меняется наше эмоциональное восприятие, само качество этой войны, оно является уже другим, чем были, скажем, ну в каком-то смысле аналогичные военные действия в ближайшей нашей истории. Ну скажем, Ирак, Афганистан, Ливия, перед этим Югославия. Потому что эта война, она первая, когда возникает уже потенциальная, в нее никто еще до конца не верит, и слава богу, мы это не ощутим, что это может быть еще война с применением ядерного вооружения, либо техногенные катастрофы, скажем, как связанные с Запорожской станцией. Это, наверное, первая война, когда, с одной стороны, мы воюем, с другой стороны, прокачиваем газ. Страны, которые нас поддерживают, обеспечивают оружием, вовсю торгуют с Российской Федерацией. Но такого не было. Даже Соединенные Штаты Америки в свое время, когда была Вторая мировая война, они очень хорошо поставляли все Германии, но когда уже они открывали Второй фронт, уж тогда, по крайней мере, это прекращалось. И то, да, эта война на самом деле, вот всегда говорят, что она превратится в мировую. Она уже мировая, но не в том смысле, что страны скажут, что НАТО сегодня воюет с Российской Федерацией. Она мировая в когнитивном смысле, в смысле влияния на людей, на умы, проецируя... И вовлеченности. Да, и проецируя эту войну на судьбы каждых людей, образовывая такие кластеры поддержки, неприятия. Ясно, что совершенно разная реакция есть. Но когнитивность этой войны, то есть моделирование, даже включение специальной социальной инженерии, чтобы картину мира транспортировать, скажем, со стороны Российской Федерации на мир, с нашей стороны, огромнейшей информационной активности, которой никогда не было, но власти и близко на мир для того, чтобы иметь поддержку. И мне кажется, что вот это две стороны сегодня, они как-то контрастируют в этой войне. С одной стороны, это, если так можно сказать, примитивная война 20 века, стреляет артиллерия. Война артиллерия, артиллерийские дуэли, особенно это чувствуется, опять-таки вспомню о Харькове, на расстоянии артиллерийских ударов находится сегодня город. А с другой стороны, это новые грани, которые не было ни в определениях Клаузовица, ни в определениях других классиков войны. Это то, что нарождается сейчас. И это новое, оно, еще новое качество, оно приводит к тому, что мы сейчас в этой нашей войне имеем уже окончательную точку, которая стоит над тем, что мир уже полностью, многие не признают, но полностью убедился, что это точка в эффективности системы национальной, системы мировой безопасности, уже окончательно, как говорится, вот эта последняя грань. И это точка, с которой мир будет искать выход, по какой траектории идти. Либо та, которая идет, скажем, со стороны Соединенных Штатов, вот НАТО определить порядок в мире, и все будет хорошо. Либо оппонент главный США, Китай, что нужна система, ну, по сути, мировой коллективной безопасности, общества, единой судьбы человечества и так далее, чтобы вот так мягко подталкивать всех к пониманию, что мы уже без этого не обойдемся, что большую-большую воронку будет поглощен мир. Но с другой стороны, ведь война – это выгодно многим. Это выгодно экономике, чтобы перезагрузить, честно скажем, да, давайте. Управляем экономике. Это выгодно, да. Это выгодно для того, чтобы расстановку сил в мире изменить. Это выгодно, чтобы перезагрузить эти тупиковые свои какие-то пути, в которых оказалась какая-то страна, потому что война – это как возбуждение в какой-то системе. То есть все находили в своих, если говорить на языке и физике, потенциальных ямах. Потом вы поднимаете, возбуждаете всю эту систему, поднимаете новый энергетический уровень, и каждый участник мировой политики может оказаться в более выгодной для него устойчивой системе. И это преимущество над конкурентами, это борьба за ресурсы, давайте не забывать. Мы же понимаем, что мир после ковида, во время ковида, пришел к какому-то тупику. И война сейчас выполняет функцию перезагрузки, в том числе с точки зрения политической. То есть она выполняет функцию перезагрузки во многих направлениях. Это перезагрузка только началась. Самое грустное в этом, перезагрузку, я тоже это понимаю, что проблема так, сжечь лишние, доллары лишние, евро, она существует. И война – самый лучший костер. Провести новую индустриализацию. Да, конечно, освободиться от старого вооружения для того, чтобы заказать в своих оборонных комплексах новое вооружение. Но самое грустное, почему я эту мысль даже не хочу вслух развивать, мне становится немножко не по себе. Маленький очаг для этого. Для такой перезагрузки нужно гораздо больший костер, больше должно полыхать. Вот это страшно. Понимаете, тут вовремя нужно проблемы перезагрузки собственных экономик, собственных выгодов, сравнить с тем, что на самом деле этот огонь захлестнет и уже будет не до собственной экономической перезагрузки, не до собственных рейтингов в выборах в той или иной стране и так далее. Вот это на самом деле настолько сегодня неопределено и ситуация настолько нелинейная, что каждый раз, когда мы начинаем разговор вот здесь, в вашем клубе, мне очень импонирует, друг с другом мы говорим, что мы можем только говорить в онлайне ситуации сейчас, эта минута на эту минуту. Что будет в завтрашнюю минуту, она может развиваться по очень многим непонятным траекториям. Как действительно нелинейная ситуация и в плане таком, что нету еще такой последовательности связей одного события с другим, по большому счету, непредсказуемые многие вещи, мы каждый раз находимся в еще больше и больше напряженном состоянии. А это, в свою очередь, очень сильно влияет на умы, на состояние, на эмоциональное, психологическое состояние людей. Это такая катастрофа, что не вот сейчас с людьми. Конечно, смерти людей, конечно, потери, разрушенные здания. Это разрушенные здания восполнимы. Но эмоциональный надлом, потеря определенных жизненных устоев, неизвестность, которая ждет даже в ближайшем будущем, вот это те вещи, которые они не справляются. И они, к сожалению, влияют все хуже и хуже, мне кажется, на каждого человека. Я думаю, что вот Михаил, Михаил длительное время прожил в Израиле, а там воздушная тревога, это часть жизни, наверное, периодами в Израиле так случается. Михаил, меня еще, вы лучше нам передадите эту гамму возможной эмоций, которые переживает общество, потому что мы знаем, что человечество с первого дня свое существование коллективно воюет. По разным оценкам 14 тысяч войн, всегда войны неожиданные, причем и для нападающих, и для нападавших, и для тех, на кого нападают. Всегда это стресс для общества, для людей. Какие ключевые эмоции, по вашему мнению, в войне переживают люди, переживают общество, переживают государство? Я увидел здесь, в Киеве, когда начались все эти обстрелы. Я был с первого дня в Киеве. И я увидел примерно то же самое, что в Израиле. То есть это настолько одинаково, все повторяется. Что общего? Во-первых, единение. То, что в Израиле в обычные периоды жизни никакого единения нет. Там сумасшедшая, горячая политическая жизнь. Там в парламенте представлено, по-моему, 15 партий, из которых 12 пытаются сформировать коалицию, чтобы просто хоть как-то там большинство. То есть это реально огромные противоречия. Противоречия там страшного уровня. Вот религиозные против нерелигиозных. Там выходцы из восточных стран против выходцев из европейских стран. То есть множество противоречий, честно скажу. Но как только любая беда в Израиле, любая, подчеркнувши беды, там две. Либо война, которая очень часто, либо снег выпал. Это тоже раз в несколько лет. Примерно так же часто, как война. Выпал снег, это паралич страны, потому что нет снегоуборочных машин, все остановились, все, никто не может никуда ехать. Всем надо всех спасать, откапывать там и так далее. Вот я в обоих ситуациях там присутствовал, и это всегда все объединились, все братья сразу в ту же секунду. В Киеве все были братья. Вот 24-го еще нет, честно скажу. Я помню, как 24-го еще там кто-то с кем-то за что-то ругался. Страх. Спорил, потому что страх. Говорили, да нет, там все разворовали, нет там никакого убежища. Там все заделали. А 25-го все уже бросили ругаться, стали оборудовать убежище, стали ходить друг к другу, там хлеб приносить старикам там каким-то, или у кого коты, чтобы котам найти корм. Я помню, я прям во всем этом, я тут же стал этим активистом, которым никогда не был вот во дворе своем, тут же со всеми перезнакомился, я не знал ни одного человека. Я вот ехал там несколько лет назад в квартиру, ну кого я знал там, ну соседу по лестничной клетке, а так, ну кто-то там живут какие-то люди, здороваешься в лифте. А тут со всеми сразу перезнакомился, у всех кто, у кого какие нужды, все со всеми договорились. И что я увидел? Первое, я увидел ответственность у людей. Вот она у меня даже появилась. Каждый человек вдруг за что-то отвечает, потому что каждый для начала отвечает за своих там зверей, людей, родственников, за все, да. Ты выходишь из дома и не знаешь, ты вернешься или нет, потому что идут обстрелы. Я тут же продумал, да, хорошо, у меня там кот, что мне делать, раз у меня кот? Значит, мне нужно отдать кому-то еще ключи, сказать, смотрите, если я сегодня не написал, значит, там кот. Что делать с котом? Значит, если меня убили, да, значит, надо отдать его такому-то человеку. И так я продумал про каждую вещь, буквально про каждую. Вот этот уровень ответственности сразу повысился за все буквально, за себя самого, за всех этих людей, за то, что надо заклеить окна, за то, что надо запасти воду, то, что раньше ты никогда не думал об этом. И второе, что я увидел, это уважение. Вот это, кроме, когда я говорю братство, ты знаешь, брат, уважение. Я не видел ни одного конфликта на улице, никто ни с кем не дерется, никто ни с кем не толкается, буквально, и так далее. Ты никогда не знаешь, что этот человек, почему он сейчас, даже если этот человек там не знаю, может, кричит или что-то, потому что он с фронта едет, ты не знаешь, правильно? Ты не знаешь, почему, что у него сегодня произошло, Кого у него сегодня убили, ранили, кто у него пропал и кого он сейчас ищет. И ты к каждому стремишься только помочь. И ты к каждому относишься как к родному брату, буквально к каждому. И это еще никуда не делается до сих пор. Я вот вижу, прошло полгода, и я вижу, что уровень бытовой конфликтности такой, которая была в Киеве, Киев, горячий город, ребята, все горячие, люди горячие, но он упал в 10 раз. Вот просто в 10 раз. Вот это буквально там, не знаю, в метро садишься, видишь, как люди друг с другом общаются, совершенно по-другому, совершенно. Это если говорить про бытовой уровень. Но теперь я хочу, с вашего позволения, подняться наверх. Конечно. Туда, куда Владимир ходил и рассказывал. Вот что я хочу сказать, что вот если брать Льва Толстого и Клаузевиц, то ведь на самом деле у нас сейчас война Льва Толстого против Клаузевица. В какой-то мере, да. Причем мы за Льва Толстого, а Россия за Клаузевиц. И мы, не только мы. Вот все эти 53 страны, которые объединились в группе Рамштайна, это и есть мир Льва Толстого. Как ни странно, да, вроде как русского писателя. Ну, вроде мы собираемся, возможно, переименовывать или не переименовывать там его площади или улицы. Но он сказал вот это про войну. И эти слова, которые сказаны были, давно. Но потом, в 45-м году, когда закончилась Вторая мировая война, было решено странными победителями, что война с этого момента является преступлением. С этого момента. Это не остановило все войны. Не просто преступления, а аморальностью. Аморальностью, видите, да. Это не остановило все войны за один день, безусловно. Но процесс-то пошел. Ведь если вспомнить, вот сейчас, да, все страны так или иначе затронуты, это потому что продовольственный кризис там и так далее. Вот в Африке продовольственный кризис. Но в Африке еще недавно воевали там все со всеми. Если бы вспомнить на 20 лет назад, да. Но за это время закончились войны. Юг Африки перестал воевать. Вся Ангола мирно живет прекрасно и так далее. Перестали воевать. Северный Судан, Судан обычный с Южным Суданом, развелись. Судан перестал воевать с Чадом. Эфиопия с Эритреей развелись и перестали воевать. И реально большие военные конфликты, большие все закончены. Да, отдельные точки есть там. Эфиопия с Тиграем, там в Марокко там вот с партизанами война какая-то идет. Сомали, понятно, раскололась. Но большие войны, большие, где были реально там десятки тысяч жертв. Ну я уж не говорю про геноцид в Руанде, это вообще отдельный случай. Они все закончены. И Африка перешла к миру. И Африка не поменяла. Да, несколько государств раскололись, но никто ни у кого не отжал никакой полуостров, как у нас тут в Европе пытаются. Никто ведь ни у кого не забрал никакой полуостров, не сказал это мое. То есть все сказали, мы не будем за территорией воевать. Вот это поражает. Поэтому даже там для людей это дико. Но есть еще, я сейчас такое ужасное националистическую вещь скажу, расистскую даже. Для зрителей, которые на Западе... Антисемитскую давай. Не-не-не, антисемитскую не могу. А вот расистскую могу. Для зрителей на Западе, которые смотрят CNN, BBC, все вот эти каналы, для них, когда бомбят белых людей, бомбят белых людей на этой войне, вот это для них дичь. Понимаете, они видели в 80-е, 90-е, как бомбили в Африке кого-то, в арабских странах. Югославия. Югославия, и все, сколько человек погибло в Югославии, вспомните. Во время Косовской войны 150, по-моему, ну, жителей погибло там, да? По-моему, я точно не могу сказать. Нет, есть отдельно, там, боснийская гражданская война, но вот такая массовая, настоящая, чтобы... Гражданская война, они там все-таки... Это часть их мира. Украина, часть их мира. Это часть их мира, мира Толстого, на который они рассчитывали, что они уже строят мир Толстого, и вдруг вот такое. А вдруг оказалось, что одна из стран решила быть этим самым клаузевицем. Ну, фактически одна. Хорошо, там еще Беларусь, понятно. Ну, и все, да? Ну, хорошо, Северная Корея, Иран, может быть. И вот тот маленький мирок клаузевица, который вот осталось как-то нам обработать. И поэтому идет торговля, потому что в мире Толстого, конечно, идет торговля, и, конечно, никто не собирается прекращать. А вот та страна, против которой мы сегодня воюем, она пытается как бы быть и клаузевицем, но и при этом там отчасти... Приторговывать. Да, и приторговывать. Вот поэтому, вот если смотреть на этот конфликт, как на некий философский... Советский Союз, сейчас я вам верну это слово, Советский Союз период до Второй мировой, это Толстой, тоже же, правда? До Второй мировой. Второй мировой. А, конечно, конечно, да. Конечно, мы же все боролись за миром. А до Второй мировой это клаузис? Ну, до Второй мировой все были клаузиси. Все были клаузиси. Там же нет вопросов. Это же не то, что так вот все само появилось. Толстой сказал тогда, а потом все это воспринялось только в 45-м. И вот сегодня ведь мы, конечно, можем говорить, что всю историю люди воевали. Да нет. Во-первых, история не такая длинная. В каком смысле? Что такое история? История-то же когда цивилизация началась, когда появились какие-то страны, государства. Потому что до этого племена ходят. Ну да, там один кому-то по башке дал, но это нельзя назвать словом «война». А вот именно война, это несколько тысяч лет. Это не так много, это не миллион. Это история про несколько тысяч лет. Поэтому у нас есть шанс, в принципе, возможно, шанс, это ничего не реализовано, что мы сейчас в той самой переломной точке, когда война станет окончательно неприемлема, и у нас будет та самая последняя война, которую вы упомянули в религиозном смысле этого слова. Ну, надеемся, но не Армагеддон. Да вы знаете, был я в этом. Вы же про Израиль говорили. Что такое Армагеддон? Это Гарамагеддо. Я там был. Ну, это такая маленькая. Как раз масштаба там не хватило. Смотрите, вот это понимание между разницей этих двух миров, оно формирует и разный статус человека, живущего в этих двух мирах. Потому что только один пример. Солдат в мире Толстого, он кто? Он спасатель. Он не солдат. То есть он не реализует функцию, которую какую-то захвата. Он спасает свое общество от войны. Он защищает его от войны. Спасает его от войны. Питается вернуть мир. Солдат в обществе Клаузвиц. Это кто? Это инструмент винтик, который в машине военной, который пытается достигнуть целей политики. В этих мирах, как вы думаете, коллеги, какая разница в функциях политика, потому что он играет ключевую роль, и в чем разница в функциях общества и обыкновенных жителей, не наделенных какими-то социальными статусами, включенными в войну. Можно сказать прощенно, что ответственность политиков должна возрастать временно, и мы видим, что она возрастает. Как себя ведут сегодня политики? Ведь насколько приглушены такие вот стороны, как какой-то резкой оппозиционности, критики власти и так далее. все понимают, что в это время любое, может, это даже справедливое расшатывание системы нашей властной, это на самом деле неправильно, это нельзя, и это нельзя допускать сейчас. Ну, все собирают камни, чтобы потом снова разбрасывать. Вот. Знаете, вопрос, который вы подняли тему, на самом деле это продолжение темы Михаила, о единстве, единении, которое мы почувствовали в начале войны. Действительно, меня буквально в первые дни больше всего шокировало это поведение людей в очереди. Это просто, друг другу уступали очередь, люди друг другу помогали, это просто, знаете, это такая трансформация тех же самых людей за сутки, за двое. Мы наконец-то друг друга узнали, наконец-то друг с другом познакомились. Да, на улице люди друг друга останавливали, разговаривали, не возникало вопроса, скажем, когда идет, скажем, народная оборона, покажите свой телефон, ради бога, смотрите, какие я каналы смотрю, что у меня на телеграме, ради бога, нет никаких проблем. Но вот это единство, оно возникло да, это был такой гуманитарный всплеск лучших качеств людей, но это все равно была реакция, консолидация общества против угрозы. Против угрозы. И реакция на страх. В коллективе легче переживать страх. Да, есть, конечно, есть вот чисто человеческая, психологическая, не хочу сказать биологическая часть всего этого. Но это была консолидация как бы со стороны внешнего влияния. Вот чего не хватает Украине все годы, это консолидации не против кого-то, а за свою жизнь, за свою страну, за свое будущее, за консенсус в общем видении развития страны, какой ты хочешь ее видеть, ради чего ты работаешь, ради чего воспитываешь детей, какую ты хочешь успешную страну иметь перед собой. И вот сегодня ответственность политики, политиков, мне кажется, лежит не только в том, что они меньше говорят и говорят в одном русле, а в том, что они должны четко понимать, что хорошо, война закончится. Это сложное, опять-таки, определение, что такое закончится война, если у вас будет время, поднимите вопрос, что такое победа, рождается совершенно новая интерпретация победы. Это отдельная программа будет. Что такое победа. Да, вот когда говорят, я говорю, хорошо, вот мы вышли на границу там 91-го года, это победа? Да, вопрос встречный, а война после этого полностью исчезает? Наверное, нет. Хорошо, а мы будем той же страной, что в 91-м году, или в 13-м году, или в 21-м, нет, ну той страной мы не хотим быть, мы хотим быть лучшей страной. А какой лучшей страной? Может быть победа? Это победа за ту лучшую страну, которую мы уже сегодня начинаем с помощью политиков, с помощью участников, членов гражданского общества уже формировать образ будущей страны как основа для консолидации изнутри, потому что вот расколотость нашей страны в социологии она исчезла, да? Вот она сейчас перебывает все данные социологии. Очень, если примитивная социология. Ну, да, я знаю вас, да, я знаю ваши... Если опускать любые вопросы на глубинный уровень человеческий, там получаем... Ну, хорошо, мы давать так, по крайней мере, внешне, внешне, да, есть консолидация, но все равно от Хантинтона до Киссинджера все говорили о расколотом украинском обществе. Эти расколы внутри, они не исчезли. Они временно как бы купированы вот этой консолидацией перед внешней угрозой. Ну, вот пройдет эта внешняя угроза, и мы снова будем расколоты? Мы снова будем там, как кошка с собакой грызся, эти политики уничтожают друг друга за власть, за ресурсы и так далее? Или мы построим общество в хорошем смысле консенсуса, которое будет вести нас к каким-то амбициозным целям? Я уже не говорю о том, что политики должны сегодня понимать, что то, что сейчас, скажем, происходит, это вынужденная мера, но все большая и большая зависимость от внешних стран. Да, все помогают как бы с горячим сердцем, холодным умом, чтобы был мир, порядок, помочь Украине, но каждая инвестиция, любые денежные потоки, они рождают чувство, или точнее состояние обязанностей на какое-то будущее, в каком смысле и какой будет суверенитет Украины потом, в той самой стране, которую мы хотим сейчас смоделировать, чтобы консолидировать общество. не придется ли нам с вами готовить новую декларацию о суверенитете, как когда-то в 90-м году. Новую конституцию, я уверен, но все же хочу поставить вот этот сложный вопрос, коллеги, что мы осмыслили. Смотрите, в обществе Клаузвитса, в СМИ, мыслители, государство, все работает на мобилизацию, на обеспечение способности государства воевать и общества государства. Какими должны быть политики, Михаил, какими должны быть мыслители, медиа в обществе Толстого? О, а теперь будет достаточно просто с этим, мне кажется, потому что я-то оптимист в этом плане. Я оптимист в плане того, что то, что уже мы приобрели за время этой войны, мы много чего потеряли, но то, что мы приобрели в общественном смысле и в политическом смысле, оно полностью не исчезнет, полностью не исчезнет. Почему? Я начну прямо с себя как-то. Революцию надо начинать с себя. Вот я лично человек достаточно циничный в плане политического, политтехнолог, но само собой, я очень во многих странах выбирал каких-то людей, естественно, что приобретаешь цинизм по отношению в целом к государству как таковому. И к людям. Не-не-не, к людям как раз нет, а вот к государству да. Но тут я впервые вот по-настоящему на своей шкуре почувствовал, насколько я нуждаюсь в государстве. Когда я сижу, вот Киев, вот я сижу, вот там 20 километров российские войска, в 20 километрах, и между мной и ими только государство, больше ничего нет, никого. Это армия, это политическое руководство, вот они меня от них отделяют. Я впервые ждал, что мне прикажет правительство делать. Впервые, 24-го я утром проснулся, я уже давал утрюм в 6 утра, но не важно, главное другое. А я не знал, что мне делать, лично мне. Я мирный житель, да, я вот здесь нахожусь, а что мне делать? Я ждал, что Зеленский сейчас скажет мне конкретно. И Зеленский в первом же обращении сказал, «Все, кто не участвует в обороне, всем находиться дома». Я такой, «О, ну все, спасибо, теперь я знаю, что делать». Это мне было важно впервые от государства настолько услышать, не то, что они там что-то навязывают, нет, мне нужно. И я думаю, я не один такой, кто понял важность государства в принципе, вообще почувствовал по-настоящему, то, что нам казалось, само собой, что у нас есть там какая-то полиция нас от кого-то защищает, это же мы не учитывали. Ну кто? Мы только ругали полицию, да? И вдруг мы к ней приходим и что-то просим и спрашиваем. Мы раньше армия, ну идет какой-то солдат, да нафига он там идет вообще, что-нибудь только деньги тратит этот солдат. А сейчас с каким уважением к солдатам? А как везде написано, что солдатам или бесплатно, или за полуцены, правильно? И это добровольно, это же бизнес, просто люди, да? И вдруг выясняется, мы выясняем ценность солдата, мы выясняем ценность полицейского, мы выясняем ценность политика, мы выясняем ценность вот этого общественного деятеля, то, чего мы раньше не ценили. И вот поэтому нет возврата к прошлому, поэтому мы и к своему голосу будем по-другому относиться уже, потому что мы понимаем, что эти люди вот, ничего себе. Нам повезло, честно скажу, я считаю, что нынешнее руководство, вот я так, почему бы не похвалить? Они молодцы, они себя проявили вот как раз так, что они не противопоставили себя народу, стали вот вместе именно с народом, как мне кажется, и дали шанс вот этому изменению. Вот это, в то, что я верю, это то, что уже произошло, и то, что удастся, как мне кажется, сохранить. Вот это главное. Нам еще повезло, мне кажется, в том, что, может быть, не повезло, Владимир Петрович со мной, наверное, не согласится, да я сам с собой не соглашусь, наверное, пускай даже так будет. Нам повезло, что государство, украинское государство, оно все-таки в значительной мере играет формальные функции. И реальной властью обладает пассионарная часть общества. Народ, конечно. Народ, да. И даже если уничтожается украинское государство, не исчезает Украина как страна, потому что это пассионарная часть общества снова и снова регенерирует новые виды формы государства. Поэтому там расчет, условно говоря, на то, что Украину можно уничтожить, уничтожив какого-то Иванова Петрова Сидорова во главе этого государства, он изначально ошибочный. Да вы знаете, я просто на третий день войны, я помню, я же писал в фейсбуке, как меня прорвало, но, конечно, когда такие эмоции, там все время начинаешь что-то писать. И вот когда Путин начал там про Зеленского что-то, там Киев там взять, Зеленский такой, наркоман и так далее, я написал, знаете, вы можете там убить нашего президента, у нас 40 миллионов президентов. У нас просто завтра будет любой другой и ничего не поменяется в этом смысле. Вы можете взять Киев, у нас 5000 столиц, у нас 5000 городов или сколько, у нас 5000 столиц. И нет такого, что раз Киев взяли, все, мы сдаемся. Да, нет такого. Вот это то, что вы говорите, абсолютно децентрализованы мы. И это огромный плюс. Сейчас, между прочим, перед политиками стоит очень серьезный вопрос. Смотрите, буквально вот все последние 2-3 года такое, знаете, ответвление либертарианства в отношении роли государства. У нас должно быть маленькое государство. У нас должно быть мало государственной собственности. Нам нужно приватизировать там все предприятия. Нам не нужна армия. Нам не нужно регулировать. Государство должно быть маленьким. Убедились, что государство должно быть не маленьким, сильным, мощным государством. Но я до сих пор не уверен в том, что понимание это достигнуто. И в каждое направление деятельности государства политики играют на то, чтобы было... Что такое сильное государство? Это сильные партии, как сильная идеология. Это сильная экономика. Это сильная наука. Это сильная национальная безопасность в отношении ВПК, в отношении своей фармации, в отношении обеспечения продуктами питания, в отношении с всеми современными направлениями техники, чтобы мы были максимально независимы, потому что мы понимаем, что такое уже логистика, как работают порты, и как сегодня вообще выпускать хоть что-то в нашей стране, когда проблемы вообще не только доставить куда-то, а еще получить то, что нужно, чтобы произвести. Мы с этим... Вот в организации, за которую я отвечаю, это большая очень организация, мы каждый день переживаем эти вещи. И вот понимание силы государства, но не в том смысле, что это сильная машина такая, подавление любых оппозиционных настроений, а это что сильная должна быть власть закона, это сильная демократия, это особая демократия, которая способна не каждый раз бороться процедурно, кто победит, от чего страдают почти все страны. Мы же видим на примере США, что сейчас делается. У нас такая же в меньших масштабах картина. А чтобы мы нашли другие методы построения демократии, я не хочу тему консенсусной демократии или консенсусной демократии развивать, но без этого просто мы не обойдемся. Но у нас консенсус, война создала консенсус. Пока да. Да, он ситуативный, мы понимаем, если его не трансформировать... А вот теперь консенсус в чем? Консенсус в том, что мы должны быть сильные, мы должны сохранить страну, мы должны обороняться и так далее. Быть вместе, чтобы обороняться, да. Но как только вы начинаете говорить, о какую экономику нам строить, какие направления национальной безопасности являются критическими, нет консенсуса. Абсолютно. По крайней мере, шанс на него появился, потому что люди увидели, что, собственно, такое экономика. Раньше она была какой-то абстракцией. Где-то кто-то сказал, там, вырастили пшеницу. Ну, вырастили пшеницу. Человек видит пшеницу из своего окна. А сколько там, где ее, он не понимает. А сейчас вдруг все узнали, что, оказывается, мы кормим половину мира. Это все узнали, по-настоящему убедились. Вот. А оказывается, для этого нужны порты, как вы говорите, оказывается. Для избирателя это новость, что, оказывается, были с ценностью. Раньше бы сказали, да нафига они там все разворовали на этих только ракетах. Нет, они всегда были с ценностью. Просто занимались нормально ничем. Конечно, да. Оказалось, я говорю, для избирателя... И, кстати, когда говорить про социологию, если то, по-моему, да, это впервые. Значит, у нас сейчас 75% населения Украины считают, что дела у нас идут в правильном направлении. В стране. Я тоже это читал. 75%. А самый пик у нас, знаете, был когда до этого? Самый пик. В 19-м году осенью, когда вот были выборы в Верховную Раду, после них у нас было 50%. Это была самая большая цифра. 50% считали, что... А сейчас 75%. Мы, война, мы вот тут на грани уничтожения. Но 75%, что наконец-то в правильном направлении. Еще когда провозглашалась независимость и когда победил Ющенко. Еще два таких серьезных пика социологических отслеживались. Но тут отдельный сложный разговор, потому что мы недавно с моим коллегой одним спорили, смогли, скажу, сегодня все общество понял вот ценность этого государства и важность государственного управления. Потому что страна, в которой там 52 миллиона населения, 2 миллиона армия, ракеты, флот, она в принципе не могла быть дядяное оружие, она в принципе не могла быть объектом агрессии. Сильная страна не могла быть. А вот страна, которая другая, к сожалению, кто-то посчитал, что она достаточно слабая, чтобы на нее напасть. Но я еще один напасть. Но я хочу еще один важный вопрос поставить. Меня знаете, что очень волнует, коллеги? То, что война ставит под угрозу базовые ценности человека. То есть жизнь, здоровье, безопасность, самые базовые. Человек в условиях войны всегда достаточно испуган. С одной стороны, он формируется больше в коллективе, ему там безопаснее, чувствует себя более комфортно, безопасно. С другой стороны, им становится намного легче манипулировать. Его страхами очень легко управлять. Причем управлять с двух сторон. Можно сесть за такой стол очень спокойным, тихим голосом, очень уверенно, рассказывать, как у нас все хорошо. Это тоже будет обман и манипуляция, потому что пока кто-то рассказывает, что все хорошо, кому-то на голову упал снаряд, и он погиб. А можно нагнетать страхи, рассказывать о ядерной катастрофе, придумывать какие-то страшилки. Общество наше стало более в этой ситуации, к сожалению, управляемым, мне кажется. И это создает дополнительные угрозы отхода, выхода из этой ситуации. Знаете, как больной после наркоза отходит. Мы после войны будем очень сложно отходить обратно в демократию, в какую-то конкуренцию, потому что здоровое государство это сильная конкуренция, сильная конкуренция на всех уровнях. По правилам. По правилам. Это здоровые принципы меритократии, когда лучшие продвигаются по всем направлениям. Тогда да, это сильное государство, в той или иной мере. Не существует ли перед нами угроза, что война навсегда уже деформировала нас настолько, что нам очень сложно, если вообще будет возможно, вернуться к такому сильному, консолидированному, конкурентному государству? Я думаю, нет, потому что существует в будущем, как мы понимаем, мир когда-то будет, люди, которые участвовали в войне, а это сильные, закаленные люди, которые имеют право требовать, чтобы страна была такой, именно, какой они себе представляли, отдавая кровь, будучи ранеными, храня своих коллег, друзей на фронте, они будут задавать вот ту планку, которая потребует, чтобы все-таки страна жила в новых правилах и интересы были учтены как людей, которые надломлены, которые сегодня, ну, большая часть людей очень долго, а может быть, и, к сожалению, это навсегда травмы остаются, психологические люди, которые особенно видели смерть близких, которые попадали под бомбежки, вот, моя знакомая оказалась в той самой квартире на Лобановского, где ракета выбила ее квартиру, когда она находилась в ванной, как вы думаете, этот человек с травмой не останется на всю жизнь, и вот эта часть общества военные, люди, особой психологического особенного стержня, мне кажется, что это будет той гарантией, которая приведет и должна привести, потому что другого пути нет, к тому, чтобы мы пришли к совершенно другой стране, более современной, более мощной во всех измерениях и смысле законов и правил, которые есть в стране, чем это было до и из-за чего мы понесли очень много дополнительных и сдержек, потерь, и вот это, мне кажется, очень важная вещь будет впереди. А ценность человеческой жизни, по-моему, стала выше, выше стала, потому что мы всей страной плачем про одной девочке, погибшей в Виннице, вся страна при этом плачет, или вся страна переживает, когда ребята с АЗОВ встали, они уходят в плен, и вся страна спрашивает, что с ним будет, вся страна про две тысячи человек, про две с половиной тысячи человек спрашивает. Но это плачет своих, Михаил? Если этот снаряд прилетает где-то не на свои территории. Какой снаряд? Это все наши общие? для нас это общие. Я говорю, что социальное сочувствие вызвать мы можем только, когда мы видим гибель своих. Мы же сейчас про нашу страну, украину говорим, у нас все тут свои как раз и есть. Кстати, вот интересно, я удивляюсь тому, что когда я там выступаю, мне пишут люди потом письма, комменты, из Херсона многие пишут, из Белитополя многие пишут. То есть они сейчас, сейчас сидят и смотрят, что я здесь Киев говорю. Они чувствуют себя частью Украины? Да, абсолютно чувствуют. И все между собой начинают переписываться. Вот человек из Херсона переписывается с человеком из Одессы. Один в оккупации, другой не в оккупации. Поэтому сейчас такое единое общество в этом смысле. И действительно и военные вернутся, а еще волонтеры, которыми стали там до миллиона человек уже стали волонтерами. И вы говорите, вот демократия. Вернется ли демократия или нет? В 2024 год, предположим, уже война закончилась, выборы. И что, кто-то попытается их отменить? Да правда. Да кто? Здесь все встанут, выйдут. Что? Мы за что-то тогда воевали. Но важно, кто к этому времени будет конкурировать. И закончится революция. Это очень важно. Больше конкурентов. А если бы мы не хотели выборов, мы бы в Россию сдались, правильно? У них нет выборов. И кстати, отбор. Мы за другой воевали. Что показала война? Что у нас положительный отбор. Ну вот реально, до войны у нас был в политике положительный отбор, тем не менее. Он положительный. Заметьте, какое качество у нас еще. До войны в политике положительный. Да, у нас вот в украинской политике отбор положительный в целом. Благодаря демократии, благодаря выборам. Просто тому, что они в принципе существуют уже по сравнению. Есть сравнение. Россия. И вот мы смотрим и слушаем людей, которые там выступают. Лидеры страны. Вот вспомните людей там номер 3, 4, 5 по должностям в России. Вспомните, что они пишут в своих телеграм-каналах, что они выступают по телевизору. Кого вы видите? Это отрицательный отбор. Это плоды отрицательного отбора. А у нас положительного отбора. Вот разница простая. У нас отбор есть хотя бы. Какой-то. Потому что он есть. Вот здесь у нас консенсус точно. Отбор есть, и это уже ценность. Огромная ценность. Конечно. Конкуренция есть. А там нет конкуренции. Вот результат. Вот они. Вот результат ошибок, да. в какой-то мере. Но насколько к вам, как к технологу, насколько вот эта смена когнитивного восприятия окружающей среды со стороны людей, со стороны каких-то групп людей, она сделает наше общество более легким, легким манипулированным. Чего я боюсь, условно говоря. Помним в свое время историю России, взрывы домов России, новая чеченская война. Если общество приходит к определенному состоянию, его очень легко через раздражителей направлять в нужном направлении. А раздражители будут формироваться. А я не думаю, нет, я думаю, тут в другом дело. Смотрите, вот у нас в Украине, конечно, вот куча людей, одновременно поста новостным каналам, реальных 100, наверное, а еще по тысяче YouTube каналов. Да, было. А еще тысяча YouTube каналов. И все вот сидят каждый вечер в кутюшоу, и все обсуждают. Мне казалось, вот честно, до этого, господи, сколько ж можно-то? У нас я какой-то момент посчитал, сколько у нас пресс-секретарей, знаете, в Украине? Десятки тысяч людей, у которых должность пресс-секретарь. Десятки тысяч пресс-секретарей. Ну, просто потому что, как, много политиков, муниципальные политики, такие политики, мэра, пресс-секретарь, вот десятки тысяч только пресс-секретарей. Я думаю, господи, что ж такую армию, зачем им ее вообще, ну, что же содержит странно фактически, да, все это. А что в результате? А в результате оказалось, что за это время, за эти годы долгие, вот существование всей этой каши, пускай разговорной, выработались, извините сейчас за грубое слово, смыслы. Ну, то есть, выработалось какое-то набор мнений, из которых можно уже выбирать что-то, да. А в России не выработалось. В России по всем каналам говорили одно и то же, поэтому мысль одна, а другой нет. Не получилось у них войну вот такую блицкригом провести, а второй мысли у них уже не было, потому что у них негде было ей родиться. И планета Боя нет. Так места, потому что не было, где ему родиться. Вот и все. А вы говорите там, что как-то людьми манипулировать. Когда у тебя такое количество источников информации, тебе будет труднее манипулировать наоборот, да. Когда у тебя одно, все одно и то же поют, тогда манипуляции люди подвержены. Но есть нюанс, есть нюанс насчет манипуляций. К сожалению, мы пока, как мне кажется, но это, кстати, проблема общая человечества и западного развитого мира. Мы пока не научились до конца справляться вот с этим, ну, условным Ютубом, назовем так. Почему условным? Когда все, кому не лень, могут все, что угодно транслировать, что в Фейсбуке, что в Ютубе, во всех социальных сетях, это отменяет правила под названием транслирует мысль только авторитет, а остальные ее потребляют. Да, было так, вертикаль. Эта вертикаль исчезла, все друг к другу, все во все стороны исчезла. Каждый раз, когда появлялись такие новые вещи, там появились газеты, война, основанная на газетах, появилось радио, появился Гитлер, пока не научились с этим справляться. Вот новая медиа, вот эта новая медиа, которая появилась, пока не выработались правила, не выработались, их кто вырабатывает? Фейсбук сам решает, как ему повезти, Твиттер говорит, этого запретим Трампа, Трамп говорит, запретим Твиттер. Вот это пока еще человечество не справилось. Вот в этом смысле пока есть риск, что манипуляции эти будут усиливаться, еще такое есть, особенно в тоталитарных режимах. Ведь в России там вот эта крепость вот этой власти российской, потому что она всей этой новой системой воспользовалась очень качественно. Там пропаганда построена идеально, в том числе в интернете. В том числе, там думают, а вот в интернете территория свободы. Нет, когда ты в тоталитарной стране делаешь интернет, ты со всех сторон к человеку в мозг проникаешь. Поэтому риск, он существует, но он не в том, что у нас война поэтому стала хуже, а в том, что новая медийная жизнь, которой мы еще не адаптировались, у нее еще нет правил, законов и умений. Вы знаете, в чем я еще вижу эти риски? В том, что вот журналисты проводили эксперименты, когда условно говоря формируется условный патриотический пост, какая-то новость выдуманная абсолютно, вбрасывается информационное пространство, набирает миллионы просмотров. А потом наступает разочарование, когда люди понимают, что это был фейк. То есть очень много появилось этих ключочков, которые в общем технологи, политики могут, к сожалению, расшатывать, манипулировать наше общество. Но пока мы, пока наше общество, мне кажется, главная его сила в том, что оно считает, что мы ведем справедливую войну. Вот пока наше общество считает, что оно справедливую войну, оно непобедимо. То есть нынешние условия вообще невозможно победить. Как вы думаете, какой будет запрос на, какой запрос будет на государственную идеологию, уже последний вопрос я буду ставить, какой запрос будет на качество, на образ политика будущего в нашей стране после завершения войны? Мне кажется, политика, которая понимает всю глубину проблем, которую сегодня он не оглашает полностью, но готов к тому моменту знать всю глубину проблем. все масштабы, знать инструментарий, как преодолеть это, из колес не только восстанавливать страну, а сразу строить новую страну. Потому что даже вот сейчас, я поймал себя на мысли, я сам попадаю часто... Мы для этого собираемся, чтобы какие-то мысли возникали у нас. Да, круг стереотипов. Вот мы сейчас говорим, да, мы сейчас консолидированы, люди стали лучше. Это у нас, вот Михаил, я почти полностью согласен, что да, это ясно, что люди не меняют. Сегодня один, завтра другой. Эти лучшие качества, дай бог, мы сохраним в будущем. Но есть у войны финансовое измерение. Финансовое измерение говорит следующее, что это же я сейчас не просто, так сказать, страшилки какие-то говорю, это оценки Мирового банка, Национального банка Украины, Министерства экономики, какие у нас ожидаются потери в этом году. Цифра колеблется, смотрите, если по экспорту 40% потерь, по газу 40% меньше, то где-то 40%, ну, некоторые до 50% считает Национальный банк Украины, пусть будет условно плюс-минус половина. Чтобы восстановить вторую половину, причем это речь идет об инфраструктуре, о материальной составляющей, а не материальной составляющей, что на сегодня. Я вчера на президиуме Академии наук докладывал ситуацию, которая складывается в самом мощном научном регионе, Украина, это в северо-восточном части, на основе Харькова. Харьковский национальный университет, он ходит в тройку, в четверку лучших университетов Украины. На сегодняшний день, по сравнению с прошлым годом, почти в 4 раза меньше заявлений, чем было в прошлом году. О чем это говорит? что молодые люди, которые закладывают нашу жизнь через 5-7 лет, они, видимо, предпочитают поступление в университетах других стран. Потому что ситуация в Киеве, скажем, раза в два, я узнавал у нас ведущих УЗА, в два раза меньше заявлений. Думаю, что во львовских тоже меньше, я не знаю на сколько. И для того, чтобы прийти к состоянию 23 марта февраля, ой, извините, февраля, заговорился, 23 февраля, нужно расти, страна просто не в состоянии переварить такое количество инвестиций, если она больше, чем 7-10 процентов в год, невозможно, чтобы она росла. Просто нельзя как бы освоить все любые инвестиции, самые колоссальные, которые будут идти. Слушай, очень много нужно вкладывать человеческого капитала, кроме их денег, умеющих людей осваивать эти средства. Если представить все-таки темпы роста, то примерно удвоение, то есть прийти к состоянию на 23 февраля это 10 лет. А что прийти к состоянию 2013 года? Понимаете, плюс еще на сегодняшний день, вот мы, когда мы говорим о том, как люди к чему готовы, политики к чему готовы. Политики это люди, которые персоны, которые, по сути, олицетворяют собой определенный политический заказ определенных групп людей. И сегодня люди не в состоянии просто работать, потому что не работают их организации. они вот самое большое угнетение, так сказать, чисто такое, знаете, моральное, которое я оптимист, но все равно это каждый день ощущаю, это невозможность реализовать себя хотя бы наполовину, потому что для этого нету ненужного инструментария, невозможности кредитования и финансовых ресурсов и так далее. Поэтому политик условно, как вы сказали, 2024 года, это подготовленный политик, который знает не только глубину проблем, но и знает, какие направления в стране должны быть созданы и какая должна быть страна, чтобы она была хоть в какой-то степени конкурентно способной. И жизнь нас во время пандемии научила, что еще быть независимой по многим показателям. Минимум половину иметь производство замкнутого национального фармпрепарата, быть обеспеченной критическим набором продуктов питания, иметь всю возможную технику, а не собирать ее сегодня в организации, иметь государственные резервы, которые где-то растаяли, где-то были и непонятно, какие они были вообще к началу этого года. И то, что не появятся такие политики или просто сами какие-то сорняки вырастут, это ожидать не стоит. То, что война не лучший метод обучения таких политиков, такие политики обучаются в мирное время, когда им доверяют многие экономические серьезные такие, как говорят, народохозяйственные проекты. Вот их нужно сейчас думать и готовить для того, чтобы мы пришли к нормальному состоянию и вообще могли говорить о будущем страны. Это герой? Да нет, на самом деле, мне кажется, тут даже не совсем герой нужен. Мне кажется, вот как. Имеется ввиду главный герой. Я понимаю, мы смогли выстроить в этой войне вот одна из причин, такая, одна из причин, не единственная совершенно. Но, как ни странно, это неожиданно, для меня личный вывод был, что у нас есть над Россией интеллектуальное преимущество. Вот в среднем наши люди, в среднем еще раз, человеческий капитал в Украине усредненно лучше, чем в России. Так опять получилось в силу, вот тут была конкуренция, там не было, поэтому так получилось. И вот когда мы теряем студентов, теряем людей, которые идут, мы теряем этот самый капитал. И это самое страшное, да? Самое страшное, что если после войны у нас его не будет, тогда нам не будет за счет чего, собственно, расти. Поэтому главное, что мы должны стать центром притяжения интеллектуального капитала, как страна. И у нас, опять-таки, если брать социологию, на первом месте у нас воля, правильно? Мы же вольная страна, на первом месте, раньше, чем незалежность даже, да? Вот. То есть мы должны быть центром таких людей, которые, знаете, как когда-то в Соединенные Штаты сбежались какие-то люди, что-то там построили. Вот мы можем притянуть людей, я считаю, мы можем очень многих притянуть, потому что я вот тоже получаю письма, звонки, я после войны приеду к вам работать, жить, восстанавливать. США был дикий запад, а в Украине был дикий восток. Да. Юг. Да. Ну, какой-то. Когда это будет огромная стройка, когда здесь будет вот это все, мы можем притянуть многих людей. И нам нужен человек, который вообще, ну, не человек, люди, система, которая это поймет, под это все будет строиться, которая, да, поймет вот все эти задачи и поймет, как, я не знаю как, у меня нет готового решения, да, как притянуть сюда, вот нам нужно, чтобы здесь было 50 миллионов человек, понимаете, через несколько лет. У нас, кстати, бэби-бум, я думаю, будет какой-нибудь, поэтому людей будет много. Обязательно. Но нам нужно обязательно, чтобы и приехали готовые специалисты, почему-то приехали сюда, вот этим всем заниматься. У нас их сейчас будет не хватать. Сколько у нас уехало, кто уже не имеет технической возможности вернуться, ну, кто за это время там, да, мы потеряем много людей, безусловно. И нам нужно вот как-то и тех вернуть, и еще новых привезти. Вот эту задачу придется решать политикам. Какими свойствами я должен обладать, я не могу сказать. Одновременно и глобально, как это, ну, если глобально действуя локально, говорил Руперт Мердок, по-моему. Так вот, чтобы у нас были эти 50% фармпрепаратов, вот это вот все вот, должен действовать так и одновременно с глобальным мышлением. Но это уже сегодня надо делать? Да, конечно, конечно. Кто не мешает? Так у нас и идет локальная война глобального уровня. Да? Да, сегодня. Друзья, спасибо, что пришли сегодня. Спасибо, друзья, что смотрели. Продолжим обязательно дальше работу нашего мужского клуба и проект Антишоу. Сегодня мы пытались разобраться, как война влияет на мышление, на познание, на архитектуру человека, общества и государства. Сегодня мы пытались понять, мне кажется, поняли, хорошо осознали с коллегами разницу между миром Толстого и Клаузвица. Да. И разницу, и особенностями этого мира стали чуть ближе, может быть, шире в каких-то идеях, мыслях, потому что у меня сегодня возникло очень много таких нежных для меня идей. Так что, друзья, спасибо, что смотрели. Подписываемся на канал. Сегодня со мной были Владимир Петрович Семеноженко и Михаил Шейтельман. Спасибо большое, друзья. До свидания. До новых встреч. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова